Пути решения проблемы школьных конфликтов искали участники областного межведомственного семинара практикума, который прошел в Биробиджанском центре «Мост». Открылся семинар небольшой постановкой «Я один» школьного театра «Амели» из села Благословенного, в которой юные актеры раскрыли суть проблемы. Буллинг – это травля или агрессивное преследование одного человека другим в виде оскорблений или физического воздействия. По словам детского омбудсмена Ирины Пинчук, с буллингом сталкиваются более половины российских детей, и лишь треть из них готовы об этом рассказать. Последние обращения, которые были у меня со стороны родителей, вот они говорили как раз таки о такой травле, о травле психологической, о травле, которая длится несколько лет, о травле, которую не хотят замечать педагоги, о травле, которую не хотят замечать руководство администрации, образовательной организации. Ну и в итоге ситуация просто вышла из-под какого-то контроля. Нередко такие конфликты выходят за пределы школы, и заниматься ими приходится правоохранительным органам. Заявления в полицию поступают, но привлечь к ответственности агрессивного подростка не удается из-за его возраста. Поэтому сегодня очень важна именно профилактическая работа среди школьников и педагогов. Но, как показали проверки прокуратуры, в образовательных учреждениях ЕАО все еще есть над чем работать. Результаты надзорной деятельности говорят о том, что сегодня у нас ни в одном из образовательных учреждений области не обучены медиаторы. Службы медиации созданы, но они фактически, ну нет понимания, как им работать, да, как бы, потому что нет медиаторов, опять же, обученных. Да, приняты положения, там, приказы о создании. Допустим, педагоги даже не всегда и знают, да, что они могут обратиться в данную службу. Служба медиации – это некая структура, состоящая из специалистов, педагогов, учеников и их родителей, которая призвана оказывать всяческую помощь в решении конфликтных ситуаций. Как ее организовать в школах области, рассказали педагоги-психологи Центромост, а также выразили готовность помочь образовательным учреждениям на начальных этапах. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21.